По просьбе Галины Савиной мы проводим этот эфир. Сейчас Галина присоединится к нам. Пока я могу рассказать о том, что такое концепция здоровья. Ну, слово концепция это полное понимание, как говорится, одним словом. Если мы вот скажем здоровье, полного понимания не возникает. Вот если мы скажем, допустим, омлет, то сразу понятно, откуда это взялось. И с чем его едят. Так вот, концепция здоровья, чтобы полное понимание произошло, мы показываем на пяти пальцах. Первое, это позитивный настрой. Это когда человек настроен, что у него все получится, у него все хорошо. Я люблю этот пример. Это когда два человека, у обоих из головы торчит топор. Один говорит, меня убили. Все, ему ничего не поможет. Второе, говорит, ерунда, топор вытащу зеленкой, помажу, пройдет. Вот этот напор на то, что все пройдет, и что, ну, это вот вектор на выздоровление. Вот таким людям можно помочь. Да, это первое. А второе, это движение. То есть, как бы ты позитивно не был настроен, движение нужно. И мало кто правильно отвечает на вопрос, зачем нужно движение. Все отвечают одной фразой. Движение – это жизнь. Такая общая фраза, ну, к пониманию она не приводит. У нас в организме две жидкости. Это кровь и лимфа. Кровь, соответственно, у нас качается моторчиком. Он вот здесь вот у нас находится. А вот у лимфы моторчика нет. У лимфы как раз-таки моторчик – это само вот это вот движение. Это помахать ручками так, чтобы вот салбапа вот пошел. То есть, две основные жидкости – кровь и лимфа. Кровь дает продукты питания, лимфа выводит. Третий пункт – это вода. Собственно говоря, вот по воде мы сегодня и собрались. Чтобы что-то текло, нужно пить воду. Какую? Как правильно пить воду? Вот эти моменты я озвучу более подробно. Потом я расскажу следующий. Четвертый пункт – это еда. То есть, то, что едим мы и ест наши клетки – это абсолютно разные вещи. А мы можем есть тортики, бутербродики, а клетке нужно 20 минут. Здравствуйте. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот как раз сейчас рассказываю концепцию здоровья. Вот. И я закончу и передам слово, хорошо? Потому что мне осталось озвучить два пунктика. Вот. Четвертый пункт – это еда. И в нашей клетке у нее есть меню. Это 28 аминокислот, 15 групп минералов, 12 групп витаминов, 8 групп ферментов и 7 групп полиненасыщенных жирных кислот. То есть, вот такую абракадабру я назвал. Если человек не нутрициолог, да, ему может быть какие-то слова непонятны. Особенно мне понравилось, когда я вел эфир с провизорами. То есть, с аптеки провизоры собрались, и первый вопрос из зала был, а что такое аминокислоты? И вот тут было бы вот все интересно. А еще один вопрос был, а что такое ферменты? Ну, аминокислоты – это строительный белок, да, из чего клетка состоит. А ферменты – это то, что помогает расщепить нашу пищу. Вот. Еще раз повторю эфир про воду, поэтому я кратко, быстренько закончу. Пятый пункт – это дыхание. Какое дыхание правильное, какое неправильное, это можно изучить в интернете. Но то, что нужно дышать, как говорится, глубоко, хотя бы 5 минут с утра, 5 минут в обед и 5 минут вечером, это дыхательные гимнастики, которые нужно делать осознанно. То есть, осознанное дыхание, оно глубокое. Вот Галина сейчас дышит или не дышит, мы не знаем. Галина, а вот как правильно нужно делать дыхание? Ну, хоть один раз. Ну, как бы диафрагмой нужно делать дыхание. Сделайте это. И вот сразу мы слышим звук. Соответственно, осознанное дыхание, его слышно. Оно глубокое, оно насыщает лучше. Так вот, концепция заключена при… Это осознанное дыхание, осознанное потребление еды, осознанное потребление воды. Как говорится, осознанное движение ведет к осознанию того, что вы на правильном пути к здоровью. И сегодняшняя наша тема – это вода. Или с чем ее едят. Галина, передаю шапочку ведущего. Ну, сегодня, поскольку тема воды, да, было много запросов в отношении того, а какую воду нужно принимать, да. Можно ли пить воду из-под кулера, бутылированную воду. Вообще так, что вода течет из-под крана. Гадна ли она для приема. Что с ней делать для того, чтобы организму было хорошо и комфортно. Потому что, ну, вот в день нужно выпивать взрослому человеку примерно около двух литров, да, в зависимости от массы тела, понятно. Вот. И поэтому эта тема возникла. И я прошу вас, Рамиль, рассказать о том, вообще, какие показатели должны быть у воды. Чем наша продукция, наша вода, да, вот наша жидкая продукция отличается, какая вода в ней. И что бы вы порекомендовали нашим покупателям для того, чтобы их употребление воды было правильным, качественным. И чтобы они знали, как это делать. А я уже расскажу о том, каким образом можно заработать, сэкономить и получить себе подарочки от компании концепции. Я услышал. Значит, по поводу водопроводной воды. Я общался с человеком, отвечающим за подачу воды в трубы. Вот у них там этот, вот как он называется, отстойник, да, где вода отстаивается. Вот, потом какой-то резервуар, и вот оттуда уже идет вода в трубы. Вот они отвечают, что вода, подающаяся в трубы, она самая качественная. Она, а, природная, б, чистая, но мы, говорит, не отвечаем за трубы. И вот, когда вода идет уже по трубам, а в трубах, ну, труба есть труба, она ржавеет, в ней поселяется слизь, и много чего там нехорошего может произойти. Вот. Плюсом к тому, что вода, она в природе-то течет змейкой, да, а по трубам она течет углами, стукаясь. Вот это тоже нехорошо. Плюс вода очень много всего запоминает, и, соответственно, у соседа горе. И эту информацию горе она несет в другую квартиру, где человек открывает из-под крана воду, наливает и спокойно ее пьет. Вот немножко, как спойлер кинул, да. У воды 9 показателей, которые желательно поменять перед употреблением. А первый показатель – это чистота. Ну, соответственно, первые фильтры стоят, которые, ну, чтобы убрать ржавчину, чтобы убрать песок, примеси. Вот это вот обычный фильтр, чтобы очистить воду. Ну, это решается, вот, вытилированную воду покупаем, она чистая. А второй показатель, ну, здесь первое-второе мы не будем, просто второе, да, это минерализация. Вот, кто встречались, да, когда чайник кипятишь, 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 и через месяца-два налет появляется. А приезжаешь в другую местность, два раза вскипятил, и такой налет, как будто вот в той местности кипятил. А минералы, концентрация минералов в воде растворенных. А чтобы понятно было, это вы берете, допустим, стакан воды и бросаете туда сахар. Вот вам 5 грамм сахара уже в стакане воды. Потом еще 5 грамм, потом еще 5 грамм. Потом видите, что уже сахар не растворяется, то есть вода перенасыщена, да, вот. Вот это вот минерализация. Мы на бутылочках читаем 150-200 миллиграмм на литр. Или же возьмем шишкин лес, 500 миллиграмм на литр. Возьмем архыс, 1500 миллиграмм на литр. То есть вот как раз больше, больше, больше солей. Я обращался в разные источники, узнавал, какое, ну, говорят, 150-200. Средний показатель, брали показания в разных родниках, сравнивали и везде где-то вот от 150 до 300. Вот этот показатель взяли средний 200 и поставили его как норма. Но, опять же, вот хорошая компания была от Септера, у них фильтр был хороший. Ну, хороший условно. Он деминерализовал воду, то есть там вообще оставлял ноль. То есть чистое АСБО. И там человек мне дал книгу, очень толстую книгу. И там я прочитал, что минерализация воды при деле допустимой концентрации солей в воде 90 миллиграмм на литр. При деле допустимой это концентрация, при которых необратимых последствий не будет. То есть все последствия можно как бы быстренько исправить, обратить. Вот. И меня удивило, что больше никто, где бы я про воду не спрашивал, каких бы производителей я не спрашивал, никто про это не знает. Просто есть санитарные нормы, и вот по ним они ориентируются. Опять же, какие минералы там должны быть растворены, опять же, санитарных нормах. Ну, вот такой вот показатель, когда покупаете бутылочку, смотрите, чтобы было меньше 200. Но чем меньше солей в воде, тем меньше солей, собственно, в организме. Вот. Это второй пункт, минерализация. Третий пункт, он самый простой. Это температура. Потому что когда мы пьем воду, мы ее все равно превратим в жидкостную среду нашего организма. У нас температура 36,6. Соответственно, если мы выпьем 5 градусов, да, из холодильника, то мы будем ее нагревать до 36,6. А если мы выпьем 45 градусов, мы ее будем остужать до 36,6. Вот какую воду правильно пить? Правильно пить воду, к которой привыкли. Потому что многие говорят, надо пить горячую воду. Многие говорят, я не напиваюсь горячей водой. Поэтому смотрите сами, кто к чему привык. А есть люди, которые в минус 30 ходят в футболочки и в шлепанцах по морозу. Да, вот одевать их, это неправильно. У них другой теплообмен. То же самое про воду. Есть люди, которые пьют всю жизнь воду из-под крана холодную, ледяную. Продолжайте пить. Ну, если вы здоровы, привет. Да, если нет болезни. Если начинает постоянно болеть, обратите внимание на это. Вот. Соответственно... Можно вопрос, да? Получается, что у человека просто будет излишняя энергия затрачиваться на то, чтобы либо охладить воду, либо остудить своим же собственным ресурсом. Абсолютно верно. Но кто-то очень такой горячий, ему действительно надо холодную воду, чтобы остудиться немножко. Вот. Поэтому смотрите сами, йоги рекомендуют хотя бы утром натощак выпить стакан горячей воды. Горячая вода, это как раз не больше 40 градусов. У нас при 43 сворачивается белол. Соответственно, это та вода, которую вы можете пить большими глотками. То есть горячую воду. Вот настолько горячая. Она запускает перистальтику, она включает вообще организм. И через 5 минут стакан холодный. Холодный – это комнатные температуры. Они говорят, это контрастный душ, он пробуждает энергию, пробуждает жизнь. Вот. Далее рекомендуют пить за полчаса до еды. Как только доели пищу, поставьте себе будильник на час, через час зазвонит, стакан после еды. И далее каждый час ставьте будильник, каждый час одна треть стакана. Пока не соберетесь покушать. За полчаса до еды опять стакан и так далее. И если человек три раза в день ест, набегает 11-12 стаканов. Размер стакана у каждого свой. У кого-то 50 миллилитров, у кого-то 500. А как определить стакан свой? Ну, встаньте на весы. 30 миллилитров на килограмм массы тела – это в условиях покоя. А если человек занимается спортом или болеет, то есть в нагрузках, да, а вот не болеет и спортом не занимается, но беременна. Это то же самое, это нагрузка. Тогда 40 миллилитров. Соответственно, если человек весит 100 килограммов, 2 литра ему – это мало. Ему нужно пить 4 литра. Потому что если он весит 100 килограммов, он уже не в состоянии здорового тела. Потому что, ну, 100 килограммов может весить человек, у которого рост, там, я не знаю, по-слишнюю. За 2 метра. Вот. Так вот, продолжим температурно. Это третья часть. А четвертая часть – очень интересный такой показатель, как поверхностное натяжение. Видели, да водоплавки по воде ходят. То есть они не тонут. Вот мы наступаем, нам не хватает этого натяжения. А еще его можно определить, как способность что-то растворить. Вот. Соответственно, чем больше солей в организме, в воде, тем меньше она может растворить. Попробуйте морской водой постирать вещи. Очень, очень, очень не стирается. Очень даже. Вот. То есть это вот текучесть воды. Мы вернемся к этому параметру, когда мы будем говорить про капилляры, где она должна пройти. Вот. Пятый показатель – это окислительно-восстановительный потенциал. То есть, если четвертый – это способна ли вода растворить то, что вы поели, чтобы это все в клеточке разнести, то пятый показатель – это ощелочит вас вода или закислит. Опять же, какую воду пить – щелочную или кислую, перед едой кислую? После еды – щелочную, но через полтора часа. Если нейтральную, ну, то есть PH7, то через час можно. А если прям PH9, то не раньше, чем через полтора часа. А почему щелочную воду пить нельзя до еды, там, непосредственно? Элементарно у нас желудочный сок – сок это кислота. Вы пьете щелочную воду, у вас разбавленный сок, он не растворяет пищу. Запивать то же самое, кто любителям запивает пищу, посмотрите на этот момент с этой стороны. Вы едите, оно должно в кислоте раствориться, залили вода, оно не растворяется. А вы приходите к тому, что кишечник, то есть желудок, заново начинает закислять, производить эту кислоту, то есть заново начинает стараться. Это мы сегодня улыбались, когда рассказывали про это, что вот пельмени с первого года скипятишь, а потом бросаешь туда эти льдышки. Смысл было ее кипятить? Вот то же самое получается. Вы поели, запили, если вдруг, то вам заново надо вырабатывать желудочный сок. Вот, это кислотный баланс. А плюсом ко всему, мы когда едим, у нас до 12-перстной кишки кисло. Дальше идет слабощелочная. И если кислота туда дальше проходит, то если вы постоянно пьете кислое, то кислота проходит дальше. А в кислой среде размножаются бактерии очень быстро. В щелочной среде нет. Щелочная среда плюсом еще идет как антипаразитарная. Вот, это окислительно-восстановительный потенциал. То есть есть PH, а есть ОВП. И многие путают PH. PH – это щелочность воды с ОВП. Окислительно-восстановительный потенциал. И вот здесь вот я могу немножечко раздебажить эту область. Способность давать электроны или способность забирать электроны. Вот что такое окислительно-восстановительный потенциал. Если PH – это непосредственно, да, щелочность воды, ее можно добиться щелочными металлами. То окислительно-восстановительный потенциал, он непрямое зависит от того, есть ли вот эти электроны у водорода. И очень много фильтров, которые обогащают воду водородом. Полезно ее пить? Да, полезно. В обычном питьевом режиме желательно пить нейтральную воду. Ну, слабо-челочную. То есть PH 7,5, например, до 8, не 9. На ночь, когда вы спать любите, да, если вы пьете воду, тогда лучше 9. И утром, как проснулись, тоже лучше 9. Потому что это самое активное время для паразитов. А в обычном питьевом режиме воздух только не нужно. То есть здесь тонкий момент. Вот ОВП и PH – это разные вещи. Вот, опять же, спойлер кинул, да, это информационная память воды. Память воды настолько большая и могучая. Ну, здесь вот, если бы доска была сзади мне, я бы вам ее нарисовал, а так попробую голосом воспроизвести. Вот у нас компьютер, да, квитировка идет 1, 0. И в зависимости от того, единица и сколько нулей после единицы, да, вот это и есть код. И благодаря ему, вот вы видите меня, слышите звук, это все цифровое. Это строчку. А теперь представьте, если бы еще было важно, как они еще в глубину бы стояли. То есть троичное измерение, да, не троичное, а троичное, то есть 3D. Так вот, вода – это 3D. И у нее тот же 1,0 код, только это водород и кислород. То есть H и O. Ну, давайте H назовем 1, O – 0. В зависимости от того, как эта формула выстроена, это информация, которую мы, когда проглатываем, а мы 80% вода, ну, кто как, здесь я могу пояснить, мы сразу копируем эту воду. И если вода бежала по трубам и слышала «Я убью тебя, паразит», даже в шутку, бывает же такое, «Вот паразит, убью тебя», на это запоминает, тот человек удивляет, почему его тянет, кого-то задушить. Вот, или, опять же, у соседа горе, или у соседа счастье. И вот эта вода все слушает, записывает, слушает, записывает, плюс она записывает то, где она находится. Она когда течет по природе, да, это все равно, что вы вышли на природу и на воду, смотрите, и вы в блаженстве. Она же течет по трубам, где-то закопанная, где-то вот сжатая, вот какие-то тоннели, и вот этот вот весь страх она дописывает. И, соответственно, когда вода появилась, ее нужно, вот из-под крана, давайте из-под крана поговорим, вот она появилась, это все равно, что она родилась. Ее нужно как ребеночка взять, обнять, поприветствовать, что не бойся, вот мы тебя рады приветствовать, от всей души поблагодарить ее, что она к вам попала, и сделать ее своей. То есть вот эта вот мысль, которую вы ей пошлете, это вот и есть информационная, когда она прям начинает записывать вашу мысль. И вот с этим она как бы успокоившись, да, вы ее можете спокойно пить. А ни в коем случае нельзя замораживать и размораживать воду. Опять же поясню. Люди берут воду, кладут ее в морозильник, потом не до конца замороженная, лед забирают, это сливают. Правильно, но это не в морозильнике делается. Это вы берете ведро и выставляете его на улицу. Вот так вот надо замораживать воду. Когда вы его кладете в морозильник, вы кладете его в грунт. И вода там очень боится. То есть, ну, если глубоко заморачиваться на эту тему, да, есть люди, которые замораживают, замораживают воду. Что происходит при заморозке? Вода структурируется в снежинке. Вот это уже структура воды. Она структурируется, вся вода собирается, вот как снежинка такая большая, а тяжелая вода, которая не может быть структурной, она остается где-то там посерединке, и ее действительно надо сливать. Но, опять же повторюсь, на балконе, на улице этим заниматься нужно. Да, или сделайте себе, вот, как вы видели, мороженое, жареное. На металл разливается мороженое, молоко или мороженое, потом оно там замораживает, но оно наоборот, да, замораживает. Может быть так еще куда-нибудь. Но чтобы структурирует воду, сейчас очень большое количество структура. Выберите себе любой и пользуетесь им. Структура должна быть там шестигранная, или какая-то еще, опять же, интернет вам поможет. Мы покупаем, вот вопрос задает, можно ли пить утилированную из кулера. Мы приобретаем, вот в нашем офисе стоит вода, она структурирована под шестигранник. Вот, она чистая, ну, процесс замораживания и охлаждения у нее встроен, это неправильно, но мы его не включаем. У нас есть бутылки, милипулирует, как разливатор. Вот, и она структурированная, она минерализованная по ГОСТу, как они определили. Ну, собственно, мы для себя определили, что ладно, мы такую воду будем пить. А почему мы так определили? Потому что у нас есть эталонная вода. Эталон. Это когда все вот эти показатели, которые я перечислил, давайте еще раз. Это частота воды, температура воды, минерализация, окислительно-восстановительные щелочные, PH и ЛВП, информационная память воды и поверхностное натяжение. Это вот семь показателей. Вот. Восьмой показатель – это волновая цивилия. То есть вот как раз-таки волна. Чтобы понять, что такое волна, это вот вы... На улице у вас происходит что-то. Там поют «Ари Кришна, Кришна Хари». И вот как-то смотришь на них, ну, вот как-то интересно, весело встает. Или идут, кто-то и пропагандирует что-то. «Ум-гум-гум-гум-патсут». Прямо «Ой, страшно встает». Хочется закрыть окна, спрятаться. Оно на улице, оно у вас не коснется, но вот эта вибрация, который вы... Вот этот эффект, да, вы просто вот начинаете бояться. Вот это волна. Волновая теория. Также есть еще и... Вот это в герцах измеряется, да, это вот поле Земли. Ну, здесь ничего не сделаешь, кроме как на Землю положить, да, вот ископать нямочку, налить воду. Ну, никак не изменить подробнее. Но вибрации Земли уже давно не 9 Гц, как это было, да. Соответственно, ну, что ж поделать, как говорится. Ну, это сильные заморочки. Вот так сильно по воде заморачиваться не нужно. Достаточно, что она чистая, структурированная, вы ее обняли от всей души, поблагодарили. Вот. Мы пьем эталонную воду, это когда все идеи показатели у нас отменены. Она, внестиница протоклазмы, но у нас есть эталонная вода в концепции здоровья. Ее пьют всего 100-150 миллилитров один раз утром, и все, больше она не нужна. Она как камертон настраивает все жидкостные среды организма. Ее можно капнуть, прям не налить, а капнуть в бутылку с водой, которую вы будете в течение дня пить. Вода считает информацию, она как ребенок начинает копировать, просто копировать. И структура поменяется, и все поменяется. Единственное, что вот эта вот текучесть не поменяется, да, поверхностное натяжение. А если человек, да, кислен, да, и очень много токсинов, то у него капилляры сжимаются. Капилляры, они тоньше волоска, и их под микроскопом только рассматривают. И когда капилляр максимально сжат, в него не может протиснуться даже маленький эритроцит. Это красное кровяное тельце, которое кислород разносит. То есть даже оно не может пройти. Питание, соответственно, не проходит. Ничто не проходит. Капилляр сжат. А вот эталонная вода, то есть протоплазм, это внутренняя жидкость клетки. Наша эталонная вода, родственница протоплазма, она может протекать даже при сжатых капиллярах. То есть мы можем, если мы растворим в такой воде продукцию, то мы можем кормить клетки из сильной закипленности организма. Ну вот при всем при этом она спокойно, совершенно проходит в ткани. То есть мы ее можем напоить, клетку накормить. Потому что размеры частиц наших продуктов от 2 до 18 нанометров. В то время как размер поры клетки 200 нанометров. А у капилляра, соответственно, ну, те же 200 нанометров. Бактерии, вирусы, они крупнее, они не проходят. Вот. Это что касаемо 9 показателей воды. По миллиму, можно вопрос? В анонсе было написано... Сейчас, секундочку, я закончу. В анонсе было написано, а с чем ее едят. И это правильно, потому что воду едят. Как только вы бросаете туда пакетик чая или ложечку кофе или любой фруктик, даже кусочек лимона, это уже не вода. Это еда. Поэтому воду можно есть с лимоном, с чаем, с кофе, с чем угодно. И эта жидкость, бульон, опять же, то же самое, да, это не является питьем. То есть не входит в те 40 миллиграмм на килограмм массы тела. Да, Галина. Вот я добро. Вопрос в чем? Вот у нас есть эталонная вода. И она действительно эталон. Но правильно вы сказали, не будешь ее пить много, да, ее вот выпил 150, и даже не каждый может позволить себе постоянно пить эту воду, да, например. Но правильно я поняла, что можно, например, ты пропилку и сам эталонную воду, а потом просто добавлять небольшое количество, тогда какое количество, в бутылку с водой и в течение дня пить эту воду, поскольку она будет уже... А это сейчас из вопроса экономии стоит вопрос? Да. Из вопроса экономии, из того вопроса, что в течение дня человек должен выпить, ну, около двух литров, он не будет пить эталонную воду. Нельзя пить эталонную воду в течение дня в размере, там, двух-трех литров. А сейчас расскажу про этот вопрос. Первый момент, это если вы начнете пить 2-3 литра в день, она полностью заменит вашу воду. А это хорошо, когда человек уже давно почистился, у него нет токсинов, ядов, паразитов, вот этого всего нет, потому что, когда мы не можем их прочистить, они у нас капсулируются жировой тканью, ну, жировой прослойки. Вот, эталонная вода проникает туда, она может растворить это и вытащить это, и даже эти капилляры сжаты, она может это пронести в ткань. Нам этого не нужно, мы получим очень мощное отравление своими же токсинами. Поэтому ее нужно пить не более 150 миллилитров. А если вы хотите, вот, пропить каким-то курсом, здесь нету курса. Это каждый божий день надо пить. Если вы хотите спросить, сколько минимально бы хватило, я бы сказал 50 миллилитров. 50 миллилитров хотя бы нужно выпить. А у нас вода была 2 литра, сейчас мы сделали 3 литров. И по той же цене, объясняю, почему по той же, мы чем больше выпускаем, тем дешевле стоит продукт. И когда вы начнете ее пить, то говорится, тоннами, она может быть в скором времени дойдет до 100 рублей за 5 литров. Да, это я рассказывал. Принцип образования цены, когда в лаборатории что-то делаешь, там миллион рублей за грамм получается, и когда в промышленности делаешь, там получается миллион грамм. То есть, вот от этого, от объема производимого зависит. Вот, сейчас 3 литра стоит 5000 рублей, и 3 литра, если вы по 50, по 100 миллилитров будете пить на месяц, хватит, по 50... Соответственно, на 2 месяца. По 150 меньше, чем на месяц. Но 100 миллилитров это достаточно. У нас написано 100-150 миллилитров. Вот, если там надо какой-то задачей исправляться, тогда 150. Если в среднем 100, если не надо, опять же, давайте посмотрим на ребенка, который весит 10 килограммов. Ну, куда ему 100 миллилитров? Ну, не нужно. Ну, да, все верно. Получается, выпив вот необходимое количество эталонной воды, она будет настраивать все жидкостные, да, спокойствия в теле, приводить их к эталонному состоянию, к такому, к которому, ну, грубо говоря, природа-мать, да, к которым создала. На кого ровняться, да. Вода сразу смотрит, какой она должна быть. Это мне вот друг мой рассказывал, что если найти ювелира, на улице встретить ювелира, и обязательно у него в кармане лежит однокаратный бриллиант. Всегда у ювелира настоящего в кармане лежит однокаратный. Для чего? Он проверяет камни, проверяет, у него глаз уже замыленный. И он уже не в состоянии отличить подделку от настоящего. И тогда он достает свой камень, смотрит на него, как на эталон, и понимает, когда дальше судить о камнях. Ну, потому что сбивается. Вот то же самое, мы замылены, и нам попадает эталонная вода. И наши жидкостные среды говорят, а, точно, вот так же надо было, вот опугу не поправили. И вся жидкостная среда перестраивается. Есть такое мнение, что как сбить информационную память? Вот старинку на Руси всегда в колокол били, для того, чтобы отпугнуть бесов. То есть на всех колокольнях колокол отпугивающих бесов. Что такое бес? Если давайте перевернем из религиозности, да, в науку. А то это застоявшаяся энергия. Так бывает, что энергия застаивается, и колокольный звон ее просто разгоняет. То же самое можете поставить, думаю, колокольчик, позвенеть, она перенас настроит. Встряхнуть бутылочку с водой, да. Вот стряхивание, это вот когда водопад, он бьется и стряхивает. Пошли, когда капли стучат. Стряхивание тоже стряхивает информацию. Вот, стряхнуть можно, в колокол можно ударить. Там поющие чаши, вот, очень полезны для... Чем они полезны? А когда вы слушаете их, ваши житлостные следы, как бы, перенастраиваются. Да, информация негативная уходит. Здесь вопрос работа с негативной информацией. Ну, если мы сейчас начнем уходить в вибрационную медицину и в такую научную фантастику, мы далеко уйдем. Давайте на этом остановимся. Да, хорошо. Вот просто не болгнуть ее и все. А еще, вот может быть, что? Дать ей музыку послушать. Да, да, поняла, хорошо. Вопрос еще такой. Можете несколько, не знаю, секретов, не секретов, потому что секреты не раскрываются, да? А вот именно по производству самой воды несколько нюансов, почему, вот что делаем мы с такой водой, да, что она становится структурированной? Я уверена, что там очень сложные технологии. Ничего секретного нету. Если вы откроете работы Шуберга, работы вот всех этих ученых, вы в интернете все это найдете. Там, допустим, чтобы ее структурировать и делать ее, знаете, ну сейчас мы далеко уйдем, а есть пограничная вода, когда подводная лодка плывет, рассекает воду, и вот это вот первое рассечение, если собрать, она такими сумасшедшими качествами обладает. И это можно воспроизвести в лаборатории. Все работы в открытом доступе есть в интернете. Так вот, Шауберг, по-моему, я вот забываю его фамилию, он вообще сделал такую вот маленькую насадочку, и там просто стоит вентилятор лопасти под правильным углом пластины. И она вставляется в трубу и закручивается. И вот когда через нее вода проходит, у нее идет завихрение в другую сторону, и там тоже много показателей меняется. И структура меняется, и даже окислительно-восстановительный потенциал меняется, и много что меняется. Здесь нет ничего секретного, просто я вот это все, ну, не вижу смысла рассказывать, в интернете этого полно. Если вы в интернете найдете, как правильно сделать воду от разных источников, вот они у нас просто все учтены. Вот это вот будет ответом. Мы все это учли и сделали, как мы считаем, что вот эта вода правильная. И мы ее так и сделали. Здорово. Хорошо, спасибо. Ну и вот к моменту, что пить правильную воду, это правильно, да, эталонную воду, это правильно, у нас сегодня и завтра, завтра заключительный день, когда действует скидка 14% к 14 форолям, мы сделали такой подарок нашей компании, да, можно приобрести не только, понятно, воду, но и вся продукция концепции здоровья идет с 14% скидкой. Можно себя любимых и своих близких по-моему. На день влюбленных, да. Да. Ну и я... Да, и что, Галина, про партнерскую программу, если нет вопросов. Да. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то есть вопросы. Давайте я сейчас расскажу, вы погодите со мной в эфире же, да? Хорошо. Я к тому говорю, что для того, чтобы пользоваться нашей продукцией, концепцией здоровья, можно еще и создавать с помощью распространения, то есть привлечения других людей, внимания других людей к нашей продукции, да, это дает возможность человеку не только самому использовать нашу продукцию, да, влюбляться в нее и оздоравливаться, но и другим людям. То есть рекомендовать. Благодаря этому люди получают, значит, доход, либо доход, либо могут приобрести нашу продукцию. Как это делается? Ну, например, вот я рекомендую своей подруге, да, я знаю, что продукция у нас классная, я ей рекомендую. Мы что делаем? Создаем реферальную ссылку. Это называется промо-код или создается личная реферальная ссылка. Я своей подруге сбрасываю эту ссылку. Она по этой ссылочке заходит на сайт концепции здоровья, покупает продукцию, и я получаю вознаграждение от компании концепция здоровья. Либо 10% деньгами с ее покупки, от стоимости ее покупки, либо 20% я могу брать продукции. То есть каждый человек абсолютно, кто хочет пользоваться нашей продукцией, кто хочет зарабатывать, кто хочет бизнес делать или просто для себя или для своей семьи приобретать нашу продукцию, может просто продвигать, рекомендовать продукцию концепцию здоровья и пользоваться этими бонусами. Это один из вариантов сотрудничества, я это назвала. Самый простой, самый легкий рекомендация. Главное, что есть такой момент, если человек, которому вы дали свой промокод или свою реферальную ссылку, приобретают на сайте или у менеджера, неважно у кого и где, он обязательно получит подарок от нашей компании за то, что он пришел от рекомендателя. То есть, когда вы кому-то рекомендуете, говорите, обязательно скажи, что ты от меня или обязательно вот по этой ссылке перейди, потому что ты обязательно получишь подарок. Подарок у нас зависит от суммы заказа этого человека. То есть, чем выше сумма заказа, тем больше подарок. Можно, не знаю, получить, например, жидкий кремник в подарок, да, вот, если маленький совсем заказ, то бальзам с меланином или жидкие специи. Это ж, шикарные подарки. Я помню, при больших заказах мы напиток долголетия дарили, не один. Да, верно, это возможность, всегда есть возможность. Если мы будем смотреть не на барьеры или преграды, вот там, я не могу себе позволить такой по стоимости, а посмотрите на то, как вы можете, да, потому что это легко. Помочь людям, да, и получить подарок. Да, да, помочь другим людям. При ваших рекомендациях 5 бутылочек купили, соответственно, по 20% это одна бутылочка ваша. Да, да, совершенно верно. Они накапливаются, они не сгорают, у нас не сетевая компания, мы производители, мы сами производим. Вот, поэтому, пожалуйста, даже за год можно накопить. Можно копить, 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 и через год набрать, что хочешь. Для того, чтобы зарегистрировать реферальную ссылку, ну, или личный промокод, это, ну, похоже, схожие, да, можно просто обратиться к менеджеру или написать на сайте заявку, хочу, хочу зарегистрировать промокод, хочу партнерство, да, вот таким образом с вами свяжутся и обязательно помогут. Вот. Ну, я хочу рассказать еще об одной, об одном варианте бонусов сотрудничества с нашей компанией. Мы вот недалеко, как в ноябре прошлого года, создали клуб друзей концепции здоровья. Это прекрасное, как сказать, не знаю, не мероприятие, это можно назвать, да, и мероприятие можно назвать, потому что мероприятий у нас много. Члены клуба друзей имеют свои привилегии. И у нас такое, такая синергия, такая команда, команда сотрудников концепции здоровья и команда тех людей, которые входят в клуб друзей. В этом клубе одно единственное условие. То есть человек для себя решает, что он будет приобретать продукцию на ежемесячной основе и входит, например, либо на 10 тысяч, либо на 30, либо на 50 тысяч. Не надо бояться этих цифр, потому что на самом деле сигареты, тортики, вредная еда стоят гораздо дороже, в месяц приобретаются их больше. Две чашки кофе это 6 тысяч в месяц. Да, да, да. Причем дома выпитый кофе будет гораздо дешевле, чем тот, который в магазине, а может быть, даже он тоже дома и вкуснее, если в турке свалим, да. Вот. И приобрести продукцию на 10 тысяч в месяц это единственное условие. Ну, посмотреть на это, если с той точки зрения, что человек решает для себя, что он будет постоянно заботиться о своем здоровье с помощью чудесной продукции компании концепции здоровья, да. И мы в этом помогаем. Помогаем как? Теми бонусами, которые имеют члены клуба. У нас там 6 бонусов, я не буду все описывать их, ну, на самом деле, 6. Какие вот на скидку? Это транспортные расходы для покупателя бесплатно. То есть мы, как компания, берем транспортные расходы на себя, для членов клуба. У нас есть подарок каждому члену клуба через 6 месяцев, это бонус стабильности, он получает свой подарок в сумме 10 тысяч, либо 30, либо 60, в зависимости от статуса. Еще через полгода в двойном размере подарок, уже там на 20, на 60, на 100 тысяч подарок. А подарок это наша продукция, то есть человек может выбрать то, что ему нужно в этот момент. За это время он может накопить себе на какую-то программу, если, например, он не может за один раз приобрести себе антикандидную программу тоже, он может за несколько месяцев накопить, плюс подарочки, плюс скидки действуют для членов клуба, плюс 50% скидка на диагностику, плюс участие в розыгрыше новогодней лотереи. Это были шикарные просто призы, я думаю, что у нас многие знают о том, что мы разыгрывали в одном лоте три напитка долголетия, антикандидная программа, антиэйдж программа и другие были ценные призы. Вот, это приятно, очень приятно, нас очень благодарили, наши члены клуба. Три напитка долголетия, это 150 тысяч. А антикандидная программа 72 тысячи, да, и вот у нас выигрыши такие были. И еще у нас есть такой бонус, мы подключаем членов клуба к чату, клуба друзей концепции здоровья, и это на самом деле быть в информационном поле нашей компании, то есть члены клуба всегда знают, какие у нас где эфиры проходят, всегда выкладываем ссылочку на записи разных эфиров, с Мариной Николаевной, вот с вами, еще с какими-то специалистами. Члены клуба в этом чате задают вопросы и непосредственно сразу на их вопрос отвечают наши нутрициологи, в частности сейчас Екатерина Казанкова. Она дает рекомендации личного характера или по продукции, или, ну, отвечает на те вопросы, которые относятся к здоровому образу жизни. Вот. Такое информационное сопровождение, оно на самом деле очень ценно. Как я увидела, я просто проводила опрос, а что вот ценно было, да, для того, чтобы вступить в клуб, и многие люди написали, что для меня очень важно быть информированным, для меня очень важно быть в команде, я могу задавать вопросы, мне сразу на эти вопросы отвечают, и я знаю, что происходит в компании, какие новинки, какие новости, и так далее. Вот. то есть вступайте в члены клуба друзей, и вы сможете быть всегда на пике информации, да, и всегда поддержку, иметь поддержку от компании, точно так же, как компания будет иметь поддержку от вас, дорогие зрители, потому что, когда вы вступаете в клуб, мало того, что у вас есть ваши голосы, привилегии, наша компания тоже имеет такую привилегию, что мы можем планировать будущее компании, финансовое, да, будущее, потому что мы знаем, что в следующем месяце у нас будет вот такое-то количество закупок, да, и мы можем создавать новые продукты, направлять финансы на новые исследования, на закупку сырья и так далее, то есть мы можем планировать, и это тоже очень ценно для нашей компании, вот, поэтому, вот то, что я хотела сказать, что сотрудничать, это всегда выгодно обеим сторонам. Да, у нас на сайте на самом деле можно позвонить или заказать или звонок и подробно пообщаться на любую из тем, вот, я вот здесь вижу вопрос про приборчики-защитники, не совсем понимаю, о чем это речь, но опять же, если вы позвоните, мы сможем подробно объяснить, какие приборы, когда у нас возможно уже произведутся, и больше вопросов я, собственно, пока не вижу. Вот, ну что ж, на этом будем заканчивать? Да, будем заканчивать, и я еще раз напомню, что у нас сегодня и завтра действует скидка 14% по 24 часа 00 минут 14 февраля в честь этого дня. Давайте, Галина, добавим, мы очень любим прямые эфиры, и при покупке с прямого эфира в примечании напишите прямой эфир, какой у нас сегодня, 13-е? 13-е, да. Ну, здесь будет 13-02, эфир 13-02, напишите. Вот, и при этом я могу сделать дополнительное, что вот вы возьмете две эталонные воды, и вам третий эталонный вода будет в подарок. Здорово, прекрасный подарок. Примечание напишите, потому что там не даст вам скидку, если вы будете покупать, вы купите две, но в примечании будет написано третье, и менеджер с вами свяжется, и, соответственно, понятно, что вы с эфирой, вы получите их, купите две, получите три. Здорово, и бутылочки, это, да, это на, если экономно, то это на шесть месяцев. Да, это точно. Получается, что неважно, когда человек посмотрел эфир, если он напишет это в 13-02, эфир 13-02, то он получит в подарок третью бутылку, вернее, третью канистру эталонной воды и покупки чайни, да, эфир 13-02. Да, хорошо. Спасибо большое, Рамиль, за ваш рассказ и до новых встреч. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин